Таджикистан вручил ноту послу России за нарушение прав таджиков, то есть таджиков не пускают некоторых в Россию. Посол России в Душанбе был вызван в МИД, ему вручили ноту, сказали так нельзя и прочее. Понятно, что нельзя. Китай пытается весь Таджикистан переселить в Россию. Таджиков в России проживают уже официально больше, чем в Таджикистане, поэтому они хотят поселить всех. И президент Аргентины Хавьер Милей хочет лишить аргентинцев бесплатного образования. Ну еще он же рассказывает, что он такой молодец, впервые теперь бюджетный профицит. Но понятно, что будет бюджетный профицит, если все государственные обязанности убрать медицину, образование, ни за что не платить, да только собирать налоги, то будет профицит бюджета там вообще невероятный. А это вот очень интересно. И вот сейчас вышли на акцию протеста против его либертарианских реформ. То есть лишить образования какая-то либертарианская реформа. В Китае выпал град размером с мяч. Вот так этот град выглядит. Обратите внимание. Да. То есть кокосовый орех. Вот так последствия. Ну там есть, кстати, фотки и больше. То есть там с полчеловека градины. И я просто, ну, как бы думаю, что это фейк. Хотя кто ее знает в этом мире. То есть сейчас мы видим, что по всему миру идет либо засуха, либо затопление. Да, то есть мы видим, что зимой течение воздушное, теплое, влажное линия усилилась невероятно. А это говорит, что через 7 месяцев будет безумная засуха во всем мире. Сейчас она уже идет в Таиланде. Мы помним, в Монголии были аномальные морозы. Кстати, они вот только стали заканчиваться. Там около 5 миллионов только крупнорогатого скота погибло. Кению затопило, которая является житницей Африки. Да, там во всех этих Арабских Эмиратах, Хаманах и Саудовской Аравии потопило верблюдов. В Европе снег лежал и померзли все яблоки, груши, виноград и так далее. Ну и прочее. Поэтому сейчас Китай еще более активно скупает еду. Потому что очевидно, что с едой будут страшные проблемы. Поэтому отгрузка российского зерна в Китай стала рекордной. Вот пишут, что сейчас просто невероятно. То есть такое ощущение, что они работают не на Китай, а на родину свою собственную, на свой народ. Херачат это зерно туда, как сумасшедшие. Отгружают из всех регионов, из Дальнего Востока и откуда хочешь. Причем Китай покупает сейчас везде, прям вот под ноль, покупает всю пшеницу. В Аргентине все купил. Ну, примелеет. Понятно, что можно купить все. Запретов никаких нет. И понятно, что следующий год в Аргентине может вообще урожая не быть. Но продают нахер все. Даже включая семена продадут. В Канаде покупают. Россию всю вытряс, конечно, Китай. И наращивает закупки мяса. То есть Китай, вот мы видели, что приблизительно на 6 лет продовольствия заготовил уже себе. Но, наверное, планировал лет на 7. Как я уже говорил, у Василий на Соби Ньюз, что исходит из библейских соответствующих притч по поводу 7 тучных годов и 7 голодных годов. Так вот, сейчас ожидается 7 голодных годов, да? И Китай, конечно же, попытается быть готовым. А может, он и не к голоду готовится. Может, он готовится к войне. И, скорее всего, так и есть. У США есть доказательства попыток Китая оказать влияние на исход в предстоящих выборах. Об этом он говорил в Линкен в Китае и как-то очень нервничал по этому поводу. США не стремятся изменить систему Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем, не добиваются разрыва связи с Китаем и стремятся сдерживать развитие Китая. Развивающаяся и успешная Китай – это благо для мира, заявил в Линкен. Ну, понятно, что он приехал в Китай, пытался там как-то урегулировать вопросы или делать вид, что он урегулирует вопросы и должен был говорить вот нечто такое. Но вся встреча там какая-то очень странная, да? То есть, вот в интервью BBC он, да, в общем-то, дал понять, в том числе и китайских, ну, сказал, что дал понять китайским коллегам, что они подпитывают самую большую угрозу европейской безопасности со времен Холодной войны. То есть, подпитывая Путина, подпитывают угрозу, ну, и прочее, прочее. То есть, вроде бы он там говорил о том, чтобы Китай не помогал России. Как был на самом деле, я не знаю, потому что очень-очень странная эта встреча, я вам скажу. Конечно, он раздражен тем, что Китай двигает Ираном, что Иран двигает Хамасом, что Иран сражается с Израилем. Понятно, что Блинкен этим очень сильно раздражен. Ну, и возможностью влияния Китая на выборы тоже раздражен. Но очень все странно было. То есть, в такой ситуации обычно люди, как помните, Остап Вендерс, Корейка, да, когда прощались, да, они улыбались, как у Ференца Листа в его произведениях. То есть, быстрее, быстрее, а потом еще быстрее. Так вот, здесь ничего подобного не было. То есть, изначально Блинкен выпендривался очень здорово, да. То есть, он заставил себя ждать на переговорах. Потом явно угрожал Пекину. Вы же понимаете, что для китайцев главное не понты. Для китайцев главное искусство обмана. И вдруг в этой ситуации Блинкена никто не пришел провожать в аэропорт. Его провожал только посол Бернс. То есть, это было сделано демонстративно, чтобы показать всему миру, как они рассорились, китайцы, с Блинкеном. Я не верю, понимаете? Я слишком хорошо знаю китайцев, чтобы верить в такую херню. Я не знаю, о чем они договорились с Блинкеном, но то, что там демонстративно и с той, и с другой стороны показывали вообще такой настрой, очень плохой. И ни о чем они не договорились, и все так плохо, что это сильно настораживает. Очень сильно настораживает. Я вам прямо скажу. Илон Маск приехал в Китай с необъявленным визитом. Вдруг внезапно Блинкен уехал, а Илон Маск приехал. Ну, там автомобильный салон. И он должен обсудить внедрение программного обеспечения для полностью автономных автомобилей. И в Китае сразу же сняли ограничения со всех его электрокаров. Ну, в общем, все у него прекрасно было. Он встретился с премьер-министром Китая. Достаточно высокая встреча. Да, все это происходило на фоне крупного автосалона. Ну, мы же тоже взрослые с вами. Понятно, что Маск любит ездить на автосалоны. Да, и при этом встреча, наверное, с премьер-министром была чем-то еще, кроме бизнеса. Вот я не знаю, как вы думаете, но я думаю, что Маск приехал в качестве переговорщика. Вот Блинкен был переговорщиком демократической партии. О чем они договорились, мы не знаем. А Маск был переговорщиком явно республиканской партии, явно переговорщиком Трампа. И мы не знаем, о чем они договорились. То есть, очень серьезные там гонки ведутся и очень серьезные разговоры. Вы понимаете, что происходит. То есть, Китай стал, так сказать, главной силой в этом мире. Это совершенно очевидно. Если кто-то это видит по-другому, то он зря смотрит. Сы Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Обратите внимание, венгерские власти пропутинские, сербские тоже все время демонстрировали пропутинскую политику. А Франция, ну, недавно Макрон выступил с негативными заявлениями относительно Путина. Так же посмотрим, во что это все выльется. С 5 по 10 мая будут эти визиты. И они очень интересны. Потому что, конечно, Сы Цзиньпин приедет не просто так. И эти визиты подготовлены. И Песков заявил, что подготовка к поездке Путина в Китай находится в завершающей стадии. И в этой ситуации очень интересно. То есть, у Путина 7 числа инаугурация. Ни 8, ни 9, ни 10 он не сможет поехать к Сы Цзиньпину. Почему? Потому что, естественно, Сы Цзиньпин будет в отлучке. И не будет же он его где-то ловить. Потом Сы Цзиньпин полетит домой. Кстати, полетит через Россию. Но вроде не собирается приземляться в России. И потом только в догонку полетит Путин. А когда будет Путин назначать свое правительство? Вот интересно. То есть, либо он будет ждать до встречи с Сы Цзиньпином. Либо сделает это заранее. Я думаю, что он сделает это заранее. Сразу же после инаугурации. Я не думаю, что он будет тянуть. Он назначит правительство. Он назначит силовиков. И так далее. То есть, что этот вопрос урегулирован, это совершенно очевидно. Сейчас, когда появилось сообщение, что Сы Цзиньпина не будет на месте до 10 мая. Вот Путин, вы помните, он подтвердил свой визит в Китай. И мы тогда рассуждали, что если он поедет до назначения, то у него какие-то вопросы по представительству в правительстве и в силовых структурах. Сейчас понятно, что, скорее всего, вопросов никаких нет. Еще, возвращаясь к Китаю, банки Китая перестали принимать платежи с России за считанные дни после приезда в Китай в Линкино. Ну и так далее. На самом деле, это не из-за приезда. В Линкино они и раньше, еще с марта месяца послали нафиг. То есть, российская сторона приняла огромное количество юаней, а теперь она их никуда не может деть, эти юани, потому что банки Китая их не принимают из-за санкций. Это очень смешная ситуация, потому что таким образом Россия укрепляет юань, и сама не может никуда этот юань деть. Редактор субтитров А.Семкин